Приветствую вас. Так уж получилось, что ваше сообщение, оно достаточно содержательное, и эксперты явно указывают вам на те моменты, которые им показались важными. Итак, я бы хотел вам сказать, что, скорее всего, с вами все так. То есть никаких проблем лично у вас нет. Вы здоровая девушка, вы молодой человек, ну я имею ввиду в общечеловеческом смысле этого слова, да. У вас есть свои желания, у вас есть свои потребности, у вас есть свои представления об идеальном мужчине, например, и так далее. Но при этом, при этом, полагаю, что есть проблема у вас, во-первых, с пониженной самооценкой, то есть сайт на кофт это не то, что может повышать самооценку на самом-то деле. И вопрос, который у меня к вам, а почему она у вас нуждается в том, чтобы вы ее повышали. Это первое. Второе. Значит, модель женского поведения. Вот это вот то, что я хотел вам сказать. То есть модель женского поведения и понимание того, что вы можете дать мужчине и что мужчина вам может дать. То есть, что вы можете предложить мужчине, что вы хотите получать от мужчины и что вы хотите дать сами, безусловно себе. Далее. Вы пишите о том, что боитесь. Значит, вы боитесь остаться одна. Но при этом от всех партнеров вы отшиваете. Я понял. Значит, вопрос возникает такой. С чем связано то, что вы даже не пытаетесь, даже, ну для вас проблема, вот сходить в кино вы пишете, пообщаться. Не могу себя заставить, не могу себя заставить, там, борщаться с людьми, да, то есть куда-то выйти. Получается, что с подругами можете, потому что не доверяете, а с молодыми людьми нет, потому что с молодыми людьми нужно быть кем-то. А кем-то быть вы не хотите, потому что на работе вы это самое делаете. И вот ощущение, что вы должны играть с парнями роль определенную, такую же, как ту, что вы играете, когда на работе. То есть, наверное, вызывают у вас антибатию. И это то, что объединяет людей на вашей работе и парней по внешнему признаку. Но, тем не менее, надо понимать, что все-таки это разные люди, разные категории, разные сферы жизни. И если вы не хотите общаться именно с парнями... Кстати, а как вы относитесь к парням, которые бывают в компании ваших подруг? Как вы их воспринимаете? Очень интересно было бы узнать. Значит, то, что вы отвергаете именно парней, связано с тем, что действительно, вот в отношениях, которые были давно, ну как давно, вы говорите, что у вас отношения были 17 лет, то есть 5 лет назад. Если вам очень больно далось расставание, вполне возможно, что вы еще не отпустили те отношения. Вполне возможно, что вы подраздательны и боитесь этой самой боли. Вполне возможно, что у вас еще обида следит на молодого человека. Вполне возможно, что вы не понимаете причин, почему вы с мужчиной расстались. И вполне вероятно, вы вообще не понимаете, чего мужчина хочет и как он думает, какие у него желания и принципы восприятия мира. То есть у меня сложилось такое ощущение, что вот их у вас такой женский коллектив, подруги. Во-вторых, то, что вам родственники капают на мозги, от этого нужно ограждаться, потому что, ну, они не имеют права лезть в вашу личную жизнь. Это безусловно, и вам нужно один раз сказать, что вы сами разберетесь и больше эту тему просто-напросто не продолжать. То есть запретить им говорить о чем-то вы не можете, но отвечать им вы не должны. То есть вот, собственно говоря, момент, о котором я хотел сказать. То есть момент, связанный с тем, что у вас, может быть, не пережиты, вы не смогли отпустить прошлые отношения, особенно если они были у вас первыми. То есть есть ряд моментов, которые вам нужно проработать. В частности, может быть, страх одиночества. То есть вот вы не хотите быть мужчинами, вы не воспринимаете мужчин как самоцель, не желаете для них что-то делать, стараться, да, брать на них свое время. Поэтому вы боитесь одиночества. То есть одиночество для вас означает потерю чего-то, какие-то негативные события, негативные элементы вашей жизни. Какие? Почему вас зацепило, что вы можете остаться в одиночестве и из-за чего? Это посягнуло на вашу женскую суть? Или это посягнуло именно на нежелание быть одной? Если на первое, нужно прорабатывать модель женского поведения. Если на второе, то нужно понимать, чем для вас так страшно одиночество. Вам не нужно его бояться. Если вы боитесь, то вы зависимы. А если вы зависимы, то вами можно манипулировать. Собственно, модель женского поведения прорабатывать нужно в обязательном порядке, потому что очень похоже, что вы просто не знаете, как себя вести с парнями и так далее. Далее. То есть у вас никогда не было интимных отношений, ничего страшного в этом нет. Я думаю, что вам самой не нужно этого стыдиться, вам самой не нужно как-то этого бояться, воспринимать как что-то негативное, а наоборот, это хорошо, вы ждете своего человека, это здорово. Я считаю, я думаю, что все у вас будет нормально. То, что мужчина назвал вас самовлюбленный, ну, это, конечно, плохо. И с этим нужно быстро-то делать. То есть нет ничего плохого в том, чтобы любить себя, чтобы уважать себя и ценить. В этом плохого ничего нет. Но плохо, когда это вредит отношениям. И необходимо лучше понимать мужскую логику. Вот это вот, наверное, всего того, что вам не хватает. А так, сами все в порядке, все хорошо. Ну и в заключении, мне бы хотелось сказать, что может быть, что ваша работа вам не подходит. То есть видите, она вас выматывает, она вас как бы истощает, и с людьми вы общаться не хотите. Я отдаю себе отсчет в том, что парни для вас это люди, с которыми вы должны быть с кем-то. А кем-то быть вы не хотите, потому что вы на работе. Достаточно кем-то являетесь. И, соответственно, поскольку без определенной игры отношения не начать, вот, изначально, соответственно, нужно искать где-то ресурс. ресурс для того, чтобы все-таки вступить в какую-то социальную связь с ребятами. Ну и, собственно, для этого нужно либо лучше отдыхать, продумать систему релаксации, вашей релаксации, чтобы вы все-таки отдыхали от людей более эффективно, чтобы это не мешало вам в общении с мужчинами. Во-вторых, повышать свою осмотр, свою самосерку вне сайта знакомств. И, в-третьих, ситуация такова, что вам нужно больше думать о том, как себя вести. То есть, прорабатывать модель женского поведения. Вот. Ну, я думаю, что это вот основное, что можно вам сказать. Соответственно, вам предстоит работа, определенная работа с психологом, которого вы выберете на нашем ресурсе. Надеюсь, что вы будете делать эту работу, и тогда результаты не заставят себя ждать. А это все. Надеюсь, что помог вам. Вот вы пишете здесь о том еще, что вы закрыты, не особо общительны, тяжело с людьми сходите, с меня особо люблю новые знакомства, хотя я себя так вполне устраиваю. Знаете, вот закрытость, необщительность, это проблема для отношений, и либо вы ставите вероятность построения отношений с мужчинами случайность, либо вы сами делаете что-то с собой, чтобы быть более открытым. То есть, как бы, вам решат. И открытость, это развитие, это личностный рост, это как бы осваивание новых интересов, расширение своего круга взора, возможно, смена вашей деятельности, которая, кстати, возможно, тоже нужна, если она вам не подходит. На этом же всего, надеюсь, что помог вам, а если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!